ты думаешь история это что-то там про кого-то там в древние времена а еще даты сложные имена и карты нет это о том как появился наш современный мир и почему он такой давай поговорим не скучно об истории привет друзья что вы знаете о петре первом ну да наверное что он прорубил окно в европу а как он его прорубил и зачем сегодня мы с этим разберемся история это не скучно а история петра первого тем более и так алексей михайлович тишайший покинул этот мир оставив после себя троих наследников федора петра и ивана словно по традиции федора алексеевича на момент воцарения было всего лишь 15 лет практически столько же сколько отцу и деду и к сожалению наследственное слабое здоровье тоже прилагалась к короне царь был слаб здоровьем да и характером тоже но глупым он не был поэтому за короткие пять лет своего правления до смерти в 20-летнем возрасте он успел многое сделать в государственных делах так был упразднен приказ тайных дел и вместо него появилась расправная палата подчинявшиеся лично царю возросла роль боярской думы уменьшено количество приказов служилы то есть военные люди были разбиты на округа подобно современному разделению российских вооруженных сил также начали разрабатывать план образовательных учреждений для бедных и самым смелым шагом царя была отмена местничество то есть система распределения чинов по знатности они заслугам наверное царь мог бы еще много сделать но срок отмеренный ему закончился за трон развернулась нешуточная борьба рот нарышкиных которому относилась мать петра наталья кирилловна при поддержке патриарха и уакима провозгласили царем малолетнего петра в опекуны ему назначили боярина артамона матвеева эта инициатива нарушала установившийся порядок наследования трона согласно которому царем должен был стать иван 5 милославский родня царевны софьи и ивана встретили эту коронацию без энтузиазма и подняли стрелецкий бунт утверждая что нарышкины задушили законного наследника тысячи стрельцов которые давно уже искали повода побунтовать направились к кремлю навстречу им вышла наталья кирилловна выведя обоих царевичей живых и здоровых но это не остановило бунт ходе восстания были убиты и артамон матвеев и князь михаил долгорукий и другие сторонники царицы наталии даже ее два брата 26 мая представители стрелецких полков явились во дворец и потребовали коронации обоих царевич бояре понимая что новый бунт не самый лучший из имеющихся вариантов согласились и тот же патриарх иаким совершил торжественный молебен о здравии двух нареченных царей а через месяц состоялось венчание на царство те же стрельцы настояли чтобы регентом при царях была назначена софья старшая сестра царицы натальи же с петром предстояло отправиться в подмосковье во дворец в селе преображенском появляясь только на официальных мероприятиях понятное дело что два мальчика не принимали никаких решений для них даже изготовили двухместный трон с окошечком в спинке через которые софья объясняла им что говорить и как себя вести нелегко приходилось царям только подумайте в ходе стрелецкого бунта который был организован для воцарения софьи могли погибнуть ее братья но власть очевидно слишком большой кусок чтобы задумываться о таких мелочах софья в итоге сосредоточила на долгие годы в своих руках всю власть в россии формально оставаясь всего лишь заботливой старшей сестричкой позже мы увидим что в планах ее очевидно не было мирно уступить трон законным наследником своим братьям софья разделила свою власть со своим фаворитом василием голицыным по слухам даже тайно с ним обвенчавшись в 1686 году россия заключила вечный мир с польшей приняв на себя обязательство выступить в союзе с польшей австрии и венецией против крыма и турции голицын осуществил два провальных похода против крымского ханства в 1689 году голицын снова совершил поход на крым армия дошла до перекопа однако вступать в пределы крыма голицын отказался крымские походы продемонстрировали что россия пока не готова к борьбе с сильным противником не достает опыта и сил василий васильевич голицын считался одним из самых просвещенных людей своего времени голицын активно занимался развитием наук и искусств россии под его покровительством находились симеон полоцкий и сильвестр медведев развивалась светская живопись во многом именно старанием голицына была открыта славяно-греко-латинская академия первое высшее учебное заведение в россии самым же радикальным проектом князя была отмена крепостного права и наделение свободных крестьян землей царевна софья тем не менее отклонила радикальный проект справедливо опасаясь недовольства со стороны дворян задумывался голицын и о создании нового российского войска неудачные крымские походы 1687 и 1689 годов показали что поместное войско состоящие из дворян морально устарело и его необходимо заменить регулярной армии проект преобразования вооруженных сил россии голицын уже начал разрабатывать но воплотить его в жизнь ему не представилась возможности в 1689 году когда царевич петр алексеевич сверк свою сестру софью он отправил голицына в ссылку где тот оставался до самой смерти в отличие от больного и вялого ивана петр очевидно унаследовал всю энергию и здоровье которую только было возможно ребенок с трех лет интересовался военной службой и явно не собирался уступать престол своей сестре после стрелецкого бунта 1682 года когда к власти пришла софья наталья кирилловна нарышкина с петром поселились во дворце подмосковном селе преображенском где молодой царь проводил все свободное время значение этого периода было определяющим для формирования его личности и программы последующих реформ оказавшись фактически в изгнании петр был предоставлен самому себе систематическое обучение и воспитание царевича прекратилось и петр алексеевич до конца жизни писал с ошибками в то же время свободные от изучения традиционного набора предметов и придворных обязанностей молодой царь обладал досугом который позволял вдоволь предаваться любимым занятиям несмотря на всю скудность полученного петром традиционного образования его нельзя назвать неучим напротив царь был одним из образованнейших людей своего времени и не прекращал учиться на протяжении всей жизни правда круг его познание был совершенно нетипичен для российских монархов 17 века учителями петра стали главным образом иностранцы которые проживали по соседству в немецкой слободе под руководством голландца франца тиммермана петр постигал арифметику геометрию и фортификацию шотландец патрик гордон и франц ли форт обучали царя военному делу а карстенбранд кораблестроение живом общении петр изучал немецкий голландский английский и французский языки не гнушался молодой царь и ручного труда петр в совершенстве освоил 14 ремесел а токарное дело было его любимым занятием в редкие минуты отдыха большую часть времени юный петр проводил в селах воробьева и преображенская обучаясь там военному делу играя в солдатики собранным им же потешным войском из сверстников потешно это она потешная а тем не менее петр алексеевич не просто играл в живых солдатиков а создавал настоящую гвардию элиту вооруженных сил он сам выбирал форму одевал и оснащал свое войско водил на парады в москву сам выступая барабанщиком но при этом подростки обучались настоящими профессиональными воинами в полках царила дисциплина регулярные сражения проводились в строгом соответствии с военной наукой первых рядах оказался придворный конюх сергей бухвостов который навсегда остался в истории как первый русский солдат бухвостов служил настоящим образцом того каким должен быть военным его никогда не обвиняли в предосудительных привычках он отличался стойким характером был сильным и выносливым петр первый навсегда запомнил новобранца приказав написать его портрет с надписью первый солдат бухвостов в потешных полках служили не только простые солдаты военные ряды были записаны друзья царевича по юности иностранцы например франц лифорд дети бояр и других знатных людей того времени потешное войско вступали и те кто не мог найти себя в обычной жизни того времени люди низкого происхождения в том числе и будущий светлейший князь александр меньшиков именно здесь сформировался круг единомышленников давший впоследствии опорой первого российского императора будущая гвардия училась взятию крепостей на специально возведенном макете городка пресбург ходила в учебные военные походы к 14 годам петр оснастил свою армию даже артиллерии собраны из 16 настоящих взрослых пушек которые обслуживали взрослые артиллеристы потешное войско разрасталось и в 1691 году было разделено на два полка преображенский в зеленых мундирах и семеновский синих ставших гвардейской элитой русской армии на века на основе своих учений петр переработал военный устав и проводил многомесячные маневры своих войск когда потешные войска набрали силу они стали участвовать в маневрах и учениях с регулярными полками сформированными по старой системе все эти занятия военным делом воспитывали в царе характер и волю и когда пришло время занимать трон петр сумел собрать достаточно единомышленников чтобы свергнуть засидевшуюся сестру и занять свое законное место на престоле после свержения софии петр первый оказался фактически единственным законным правителем хотя формально он оставался младшим царем соправителем своего брата ивана старший царь между тем был крайне слаб здоровьем и не проявлял интереса к государственным делам более того в 1689 году после победы петра над софией иван встретил младшего брата в успенском соборе и прилюдно передал ему всю полноту власти чтобы никогда больше не вмешиваться в политические вопросы стремление к обновлению россии и и приобщению к западным державам обнаружилось у петра первого уже в детстве вместе с тем молодой царь был не единственным кто понимал необходимость перемен до него были и другие попытки реформ хотя больше их часть так и осталось не реализованы несмотря на то что отдельные попытки внедрения европейских достижений предпринимались уже в начале 17 века россия безнадежно отставала от западных стран практически во всех сферах общественной жизни инициатива отдельных деятелей наталкивались на косность и консерватизм окружения и не находили широкого отклика в обществе самодержавной россии нужен был правитель свободный от традиционных устоев волевой энергичный способны ввести ее в сон европейских держав в семнадцатом веке в россии начинают понимать необходимость заимствования европейского опыта уже борис годунов отправил учиться в европу представителей дворянских семей однако из-за начавшиеся смуты они так и не вернулись на родину конечно в первую очередь российских царей интересовали заимствования в области военного дела постоянные конфликты со швецией речи посполитой обнажили отставание российских вооруженных сил от ее западных соседей это заставило первых романовых уделять особенное внимание приглашению в россию военных специалистов со всех концов европы так появились полки наземного строя в скором времени немцев так называли всех жителей западной европы в москве стало так много что для их поселения выделили отдельный район немецкую слободу полки и наземного строя воинские части экипированные и обученные по образцу западноевропейских армий где руководящей должности занимали как правило иностранцы после присоединения левобережной украины проникновение европейской культуры приняло еще более активный характер во внешней политике это проявилось в том что россии для борьбы с османской империей впервые в своей истории пришлось вступить международный союз священную лигу это событие показала важный сдвиг произошедший в мировоззрении высших слоев московского царства если прежде католические государства воспринимались исключительно как враги от которых не приходилось ждать ничего хорошего то теперь на них приходилось полагаться в общей войне кроме того с левобережья в россию прибывает целая плеяда выдающихся деятелей которые сочетали европейскую образованность с принадлежностью к православной церкви например в 1664 году в россию приезжает монах симеон полоцкий являвшийся выпускником киево могилянской академии его принято считать первым профессиональным поэтом на руси именно симеону царь алексей михайлович поручил воспитание наследника престола федор высших слоях российского общества также начинают понимать необходимость заимствования европейских достижений к ним относятся крупные государственные деятели такие как боярин борис иванович морозов афанасий лаврентич орден на щекин василий васильевич голицын все они пытались привить культурные и технические достижения запада на российской почве морозов приглашал на русскую службу иностранцев и пытался внедрить европейские способы управления государством являясь дядькой царя алексея михайловича он смог привить своему воспитаннику осознание значимости западной культуры глава посольского приказа орден на щекин разработал проекты реформ которые опередили свое время на несколько десятилетий он предпринимал попытки создать флот предлагал ввести рекрутскую повинность и сократить поместное войско что должно было заложить основы в новой регулярной армии прекрасно понимая огромное значение развития экономики орден на щекин создал в пскове первый русский банк земскую избу в 1667 году орден на щекин составил новоторговый устав который ликвидировал привилегии иностранных купцов а также рекламентировал внешнюю внутреннюю торговлю в полной мере реализовать все задуманное реформатор не успел в 1671 году вследствие множества доносов ордена щекин попал в опалу и был отстранен от руководства посольским приказом новоторговый устав законодательный акт 1667 года определявший нормы внутренней и внешней торговли став носил меркантилистки и протекционистки характер то есть поддерживал отечественных купцов и устанавливал пошлины для иностранных ограничилось количество городов которых могли торговать иностранные купцы а также ограничивались их возможности вести дела во внутренних областях страны вводились и другие ограничения для иностранцев например им запрещалось заниматься розничной торговли принятие новоторгового устава существенно оживила внутреннюю торговлю в российском государстве и укрепила положение российского купечества в его борьбе за отеческий рынок в целом же большая часть нововведений приписываемых петру прививались и пустили корни в россии при его отце алексей михайлович и были развиты распространены повсеместно уже в 18 веке однако петр первый был именно тем кто с энтузиазмом и активно развивал нововведения и реформы заложены предшественниками мы уже неоднократно видели с вами как в истории нашей страны передовые начинания монархов губились их наследниками непонимавшими или не желавшими продолжать дело предков и к чему это приводило мы тоже видели так что с петром первым россии явно повезло в 1692 году началось создание уже целой потешной флотилии на берегу плещеева озера была заложена верфь на которой строили первые суда зарождающегося русского флота крупнейшим из них был 30 пушечный фрегат марс неплохая такая потешная игрушка не так ли на озере устраивали маневры с пушечной стрельбой и высадкой десанта на плещеевом озере петру тем не менее было тесно он хотел видеть море и ближе познакомиться с мореходным делом с этой целью в 1693 и 1694 годах он предпринимает поездку в архангельск единственный морской порт россии в то время в этом северном городе царь знакомиться с голландскими и английскими негациантами и моряками постигает основы международной торговли тут петр в полной мере осознал необходимость создания собственного торгового флота вся прибыль от этих сделок оседала в карманах у голландцев и англичан а российским купцам не имевшим своих кораблей приходилось довольствоваться скромными доходами от местной торговли подобное положение дел наносящие бред и царской казне крайне не устраивала петра и он решил во что бы то ни стало положить конец монополии иностранцев на экспорт российских товаров уже в 1694 году был спущен на воду первый российский торговый корабль святой павел еще один был приобретен в голландии этот небольшой торговый флот доставлял отечественные товары во многие европейские страны он был свидетельством серьезности намерений петра завоевать место для своего государства в мировой торговли предприимчивые российские купцы понимали далеко идущие замыслы царя и хотели принять в них участие например в 1700 году при поддержке правительства братья осип и федор поженины основали верфь которая стала первым честно владельческим предприятием для постройки торговых судов между тем время потех и ученичество подошло к концу в 1694 году умирает наталья кирилловна державшая управление государством в своих руках и петр становится самодержавным правителем в этом же году по деревне кожухова проводятся последние маневры потешных полков петр намеревается возобновить войну с турцией одной из ключевых задач стоявший перед петром была задача продолжение войны с крымом в 1695 году русские войска осадили азов однако из-за проблем с продовольствием недостатка выучки взять крепость сразу не удалось петру в наследство от софьи досталась незавершенная война с османской империей после свержения царевны 1689 году наталья кирилловна справедливо рассудила что пока россия не готова к борьбе со столь могущественным соперником и предпочла заключить перемирие петр самого начала выступал резко против прекращения боевых действий но с его мнением тогда мало считались поэтому первое что сделал молодой царь получив власть возобновил войну с османской империи и крымским ханством петр решил изменить направление удара если во время регенства софьи василий голицын направил основные усилия на борьбу с крымским ханом то петр предпочел напасть непосредственно на владение османской империи крепость азов в 1695 году начался первый азовский поход петра всего было собрано около 30 тысяч солдат командование над которыми было разделено между патриком гордоном францем лефортом и автономом головяным каждому петр поручил часть армии наиболее важные вопросы должны были решаться на совете и утверждаться лично царем после двух неудачных попыток штурма петр принял решение прекратить осаду азова однако царь был не тем человеком которого обескураживали неудачи напротив он учился на собственных ошибках и с новой энергией принимался за старое дело через несколько месяцев после бесславного отступления российской армии из-под стен азова петр отдал распоряжение готовится к новому походу весной 1696 года российская армия вновь выступил во второй азовский поход на этот раз осада города была организована не в пример лучше учтя неудачный опыт предыдущей осады петр понял что одни сухопутные войска взять приморскую крепость не смогут для успешной осады нужен был военный флот который мог бы отрезать азов от морских путей снабжения царь немедленно приступил к его созданию в ноябре 1695 года в воронеже закладывают 236 пушечных корабля одновременно в москве строят малые суда которые в разобранном виде доставляют в воронеж исправил петр и просчеты в организации командования войсками теперь во главе всех сухопутных сил был поставлен один человек алексей семенович шейн осаду крепости организовали не в пример лучше чем в предыдущий поход почти вдвое было увеличено число осаждавших азов войск до 55 тысяч солдат созданный в воронеже флот отрезал азов от всякой помощи и туркам так и не удалось прорваться в крепость припасами и подкреплением на суше российские войска также действовали достаточно умело было решено соорудить земляной вал который защищал бы осажденных от огня постепенно российские войска переносили этот вал все ближе к стенам крепости в конце концов им удалось засыпать часть рва и вплотную приблизиться к крепостному валу войскам было приказано готовиться к штурму турки которые отчаялись получить подкрепление и увидели неумолимое приближение к стенам превосходящих сил противника не стали дожидаться приступа и предпочли сдаться петр гарантировал всем защитникам и жителям азова полную неприкосновенность турки покинули крепость со всем вооружением знаменами и имуществом более того петр предоставил им корабли которые перевезли их до устья кагальника в свою очередь царь кроме сдачи крепости потребовал выдать ему якого янсена бывшего голландского матроса на российской службе который во время первого азовского похода приметнулся к туркам и принял ислам ренегат указал османам все слабые места российской армии в результате чего войска понесли огромный урон янсена якова петр велел доставить преображенское где его и казнили за предательство завоевание азова было первым крупным внешнеполитическим успехом петра тем не менее стало очевидно что продолжать войну россия в настоящий момент не может во-первых преобразования в армии еще не были доведены до конца по европейски обученные солдаты семеновского и преображенского полков доказали свое превосходство над старой армией но они составляли лишь незначительную часть российских войск во вторых требовалось создание полноценного флота что не только было дорогостоящим предприятием но и требовало большого количества специалистов которых в россии попросту не было в третьих воевать в одиночку с османской империи которая все еще оставалась одной из сильнейших держав в европе было крайне рискованно необходимо было найти союзников и возобновить распадающиеся из-за внутренних противоречий священную лигу все эти причины побудили петра первого организовать неслыханное прежде дело путешествие в европу которое вошло в историю как великое посольство царь много времени уделял изучению основ кораблестроения на голландских верфях попутно нанимая иностранных мастеров на русскую службу однако главная цель посольства поиск союзника в борьбе с турцией достигнута не была хотя петру удалось найти союзников для борьбы с другим опасным врагом швеции что определила на ближайшие 20 лет внешнеполитическую повестку россии путешествие по европе станет со второй половины 18 века неотъемлемой частью образования не только российских правителей но и любого состоятельного дворянина между тем до петра первого на западные страны смотрели в первую очередь с точки зрения религии и католикам и протестантам относились с опаской поэтому любые заимствования воспринимались как потенциальная угроза искажения православной веры пётр выросший в светской атмосфере немецкой слободы смотрел на европейские страны совсем по-другому для него это был промышленный научный и военный центр мира которым должна приобщиться и россия для этого необходимо было не отгораживаться от европейских веяний а напротив перенимать передовой опыт западных стран в марте 1697 года из москвы выехала великое посольство во главе которого находился сам петр первый путешествующий тайна под именем петра михайлова всего в состав посольства вошло 35 человек которые должны были обучаться кораблестроению и другим ремеслам сверх того еще около 200 человек обслуживающего персонала переводчики медики и священники бриге которая тогда была владением швеции петр хотел осмотреть укрепление этой крепости но шведский губернатор генерал дальберг отказал ему в просьбе царь очень сильно рассердился назвал ригу проклятым местом но кое-что важное для себя подметил уезжая в метаву он написал в москву о риге так ехали мы через город и замок где солдаты стояли в пяти местах было их меньше тысяч человек а сказывает что все были город укреплен гораздо только не доделан взялось здесь бояться и в город и иные места и с караулом не пускают и малоприятно приближение приличиями не осталось безнаказанным для коменданта и вынудила его искать оправдание перед своим королем а несколько лет спустя этот оскорбительный жест дальбергу петр припомнил лично использовав эту обиду как формальный повод для объявления северной войны 8 апреля великое посольство прибыло в метаву столицу герцогства курлянского бассального к речи посполитой государства курляндии было решено сделать первую длительную остановку в метаве петр неофициально встретился с герцогом курляндии фридрихом казимиров несмотря на неформальный характер встреча была очень пышной местные иезуиты напечатали к приезду русского царя поздравительные орации на немецком латинском и греческом языках в них петр первый прославлялся как победитель турок и покоритель азова за полтора года петр объездил пол европы он посетил лифляндию курляндию пруссию современные территории прибалтики германии австрию и речь посполитую разумеется посетил он и кораблестроительные центры голландию и англию следовавшая сухопутным путем посольства отставала от петра поэтому прибывший 22 июня в пелау царь чтобы не терять времени стал учиться артиллерии у прусского подполковника штейнтнера фон штернфельда учитель выдал ему аттестат в котором свидетельствовал что господин петр михайлов везде заисправного осторожного благоискусного мужественного и бесстрашного огнестрельного мастера и художника признаваем и почитаем быть может о великом посольстве ключевский писал так сообразно со своими наклонностями петр спешил ближе ознакомиться с голландии и англии странами западной европы в которых особенно была развита военно-морская и промышленная техника опередив посольство с немногими спутниками петр с неделю работал простым плотником на частной верфи в местечке сардами среди кипучего голландского кораблестроительства нанимая коморку у случайно встреченного им кузнеца которого знал по москве между делом осматривал фабрики заводы лесопильные сукновальни навещая семьи голландских плотников уехавших москву однако красная фризовая куртка и белые холщовые штаны голландского рабочего не укрыли петра от досадливых разоблачений и скоро ему не стало прохода в сардами от любопытных зевак собиравшихся посмотреть на царя плотника ли форт с товарищами приехал в амстердам 16 августа 1697 года а 20 петр съездив ночью в сардам за своими инструментами перебрался со спутниками прямо на верфь остынской голландской компании где амстердамский бургомистр видзен или видзен человек бывалый в москве выхлопотал петру разрешение поработать все волонтеры посольства посланы учиться розданы были по местам писал петр в москву рассованы на разные работы по охоте для петра на верфи заложили фрегат который делали наши люди и недель через девять спустили на воду петр целый день на работе но и в свободное время редко сидит дома все осматривает всюду бегает но не одним кораблестроением занимался петр в голландии он ездил с виценом или фортом в утрихт для свидания с штатгальтером нидерландским вильгельмом аранским вицен водил петра на китобойные суда в госпитале воспитательные дома фабрики мастерские петр изучил механизм ветряной мельницы посетил пищебумажную фабрику в анатомическом кабинете профессора рюйша царь присутствовал на лекциях по анатомии и особенно заинтересовался способами бальзамирования трупов чем славился профессор в лейдене в анатомическом театре бургаве петр сам принимал участие во вскрытии трупов увлечение анатомии в будущем послужило причиной создания первого российского музея кунсткамеры помимо этого петр изучил технику гравировки и даже сделал собственную гравюру названную им торжество христианство над исламом в голландии петр учился кораблестроению несколько месяцев однако впоследствии оказалось что местные мастера не пользуются чертежами а строят корабли на глаз это не соответствовало требованиям царя которому нужно было не просто строить корабли но обучить этому ремеслу сотни людей в россии поэтому он отправился осваивать корабельную науку в англию где также провел несколько месяцев нужно отметить что петра интересовали в первую очередь научные и технические достижения европейских народов он мало интересовался политическим устройством посещаемых стран развитием культуры и организации общественной жизни его главной целью была модернизация армии и создание флота а потому большую часть времени он проводил на верфях и мануфактурах осматривал казармы арсеналы и лазарет как заметил историк василий ключевский по-видимому у петра не было ни охоты ни досуга всматриваться в политический и общественный порядок западной европы в отношении и понятия людей западного мира попав в западную европу он прежде всего забежал в мастерскую ее цивилизации и не хотел идти никуда дальше по крайней мере оставался рассеянным безучастным зрителем когда ему показывали другие стороны западноевропейской жизни когда он в августе 1698 года возвращался в отечество собранными за полтора года путешествия впечатлениями западная европа должна была представляться ему в виде шумной и дымной мастерской с ее машинами молотками фабриками пушками кораблями и так далее тем не менее не надо думать что петр совершенно не замечал кроме технической никаких других сторон западноевропейской жизни раза два петр заходил в англиканскую церковь был на заседании парламента царь посетил гринвичскую обсерваторию монетный двор лондонское королевское общество оксфордский университет изучил технологию изготовления часов считается что он встречался с исаком ньютон кроме того он осматривал музеи и кабинеты редкости последние его особенно заинтересовали поэтому вернувшись на родину он начал собирать свой кабинет и собрал такой огромный что пришлось под него строить отдельное здание оно нам известно и сегодня под названием кунц камера покинув англию петр в 1698 году направился в австрию для переговоров и возобновления антитурецкого союза тут его застало известие о новом стрелецком бунте и царь прервав путешествие срочно направился в москву летом 1698 года царь был вынужден прервать поездку получив донесение об очередном мятеже стрельцов в москве мятеж был подавлен еще до приезда царя более ста стрельцов казнили часть били кнутом некоторых сослали в дальние города экстренно вернувшийся из поездки петр решил пересмотреть приговор и назначить новое следствие в результате которого было казнено еще более тысячи стрельцов ненавистное петру стрелецкое войско расформировано софья которая была пострижена в монахини под именем сусанны прожила под строгим надзором до конца своих дней в новодевичьем монастыре 1704 году несмотря на то что поездка петра по европе была прервана целом она прошла очень удачно можно выделить два главных последствия великого посольства первое это начало радикальной европизации всех сторон жизни российского общества она проявлялась как создание регулярной армии по западным образцам так и в бытовых мелочах принуждение подданных брить бороды пить кофе и носить немецкое платье второй итог великого посольства изменение основного направления внешней политики россии русский царь во время путешествия свел личное знакомство с первыми монархами европы и глубже вник в особенности международной политики петр осознал бесперспективность попыток возродить священную лигу следовательно и невозможность в ближайшем будущем получить выход в черное море вместо этого ему удалось заключить союз против другого извечного соперника россии швеции теперь петр намеревался прорубить окно в европу через балтийское море в первые годы своего самостоятельного правления петр первый понял что многие из его планов неосуществимы прежде чем начать войну требовалось провести преобразование в россии создать армию и флот кроме того новая война с турцией не вызывала отклика у европейских союзников и молодому российскому царю пришлось переориентироваться на завоевание выхода в балтийское море вот так начал свою царскую карьеру петр первый сумев пройти через все интриги и опасности он твердо встал на ноги и занял престол принадлежавший ему по праву рождения вскоре мы увидим как петр исполнял выданную ему судьбой почетную обязанность полностью перекраивая старое российское государство в российскую империю а на этом все пока и помните история это не скучно и и Субтитры подогнал «Симон»